Миграционный парадокс. Ужесточение политики предоставления убежища делает Германию более привлекательной даже для иностранцев. В Германии в миграционной и интеграционной политике прежде всего есть одна вещь – это разочарование. И многие люди не чувствуют, что их слышат. У них возникает ощущение, что ничего не меняется в стране. Светофорная коалиция усилила это чувство бессилия и слишком долго давала господствовать этому чувству над реальностью. С 16 сентября федеральная полиция контролирует все немецкие границы. Реакция светофорного правительства на страшную атаку в Золингене. Однако это не соответствует тому, что было бы необходимо и что возможно. Понятно, что нужны прагматичные решения миграции и нужно активно управлять. Нелегальная миграция и миграция в целях предоставления убежища должны быть ограничены целенаправленным образом. В то же время мы должны повысить привлекательность страны для остро необходимых квалифицированных работников. Только так наша страна может извлечь выгоду из миграции в долгосрочной перспективе и обеспечить социальный мир. Перед Германией стоит задача восстановления контроля над миграцией с одной стороны и поиска баланса между европейской ответственностью и национальными интересами с другой. Пограничный контроль недостаточен для эффективного пресечения нелегальной миграции в Германию. В сложившейся ситуации также существует необходимость в отторжении на внутренних границах Германии. Лицам, которые уже были допущены в другое государство, член ЕС или Шенгенской зоны, или которые также хотят подать заявление о предоставлении убежища в государстве, из которого они хотят выехать, должно быть отказано. Это юридически допустимо, а также практически осуществимо. В долгосрочной перспективе целью должна оставаться защита общих внешних границ Европы на европейском уровне. Но еще больше необходимо сделать сейчас в условиях продолжающегося серьезного миграционного кризиса. Правонарушители и лица, находящиеся в опасности, которые обязаны покинуть страну, должны быть помещены под стражу на неопределенный срок. Единственным выходом из выездного ареста должен быть путь в сторону родной страны. Заметное сокращение пособий также может помочь гарантировать, что люди, не имеющие права на защиту, больше не совершают опасность для жизни путешествий, чтобы каким-то образом добраться до Германии. Реформа закона о гражданстве от светофорной коалиции также должна быть отменена. Быстрая натурализация не должна использоваться в качестве стимула для незаконной миграции. Прекращение нелегальной миграции таким образом это не противоречие, а именно предпосылка для успешной иммиграции квалифицированных работников. Чем последовательнее и эффективнее будут приниматься меры по борьбе с нелегальной миграцией, тем более позитивно государство будет относиться к мигрантам на легальном рынке труда. Страна, которая потеряла контроль над своей иммиграцией, менее привлекательна для квалифицированных соискателей, чем страна, которая обеспечивает соблюдение своих законов. Потенциальные иммигранты на нашем рынке труда откровенно раздражены тем, что Германия больше не соответствует своему позитивному клише «закон порядок и безопасность», по крайней мере на своих границах и в центральных районах городов. Если мигранты знают, что наша страна принимает иммигрантов только по определенным фактическим критериям, это также может повлиять на их решение рассматривать Германию в качестве страны убежище. В противном случае нас разберут квалифицированные иммигранты этого мира, в которых мы остро нуждаемся. Если вы хотите быть экономически успешным, вы пытаетесь счастье в США или Канаде. Таким образом, Германия привлекает прежде всего тех, у кого нет специальной квалификации или знания языка, но для кого может быть важно щедрое государство всеобщего благосостояния. Венгрия также хочет выйти из правил ЕС по миграции. Венгерское правительство хочет сделать то же самое, что и правительство Нидерландов и подать заявку на выход из правил ЕС о предоставлении убежища. Об этом сообщил министр по европейским делам страны в эфире. Тем не менее, препятствия для выхода из системы очень высоки. Как и Нидерланды, Венгрия хочет выйти из правил предоставления убежища Европейского Союза. Необходимы жесткие действия против нелегальной миграции. Именно поэтому Будапешт хочет подать заявку на выход из этих правил, если это позволит поправка к договорам ЕС. Ранее Нидерланды обращались в комиссию ЕС с просьбой выйти из правил ЕС о предоставлении убежища. Правый популист Герт Вильдерс, впервые вошедший в правящую коалицию со своей радикальной правой партией и свободой, рассказал о важном сигнале о том, что в Нидерландах дует новый ветер. Вряд ли у Нидерландов и Венгрии это получится. Как правило, на такое исключение должны согласиться все 27 государств ЕС. Кроме того, страны ЕС уже договорились о новой реформе предоставления убежища и теперь должны ее реализовать. Право популистское правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орвана в течение многих лет проводит политику против мигрантов и поэтому находится в постоянном споре с комиссией ЕС. В настоящее время Будапешт отказывается выплачивать штраф в размере 200 миллионов евро, наложенный Европейским судом из-за своей ограничительной политики предоставления убежища. Поэтому комиссия ЕС хочет вычесть деньги из будущих платежей ЕС в Венгрию. Коалиция ХДС и ХСС идет по пути ужесточения политики предоставления убежища. Таким образом, мы выводим себя из глобальной конкуренции за самые яркие умы. Утомительная бюрократия также должна быть решена, когда дело доходит до иммиграции. В немецких бюрократических джунглях порой уходят годы, чтобы выдать визу квалифицированному работнику. Какой специалист по информатике захочет так долго ждать разрешения на работу, когда в США идут дела гораздо быстрее? Особенно, когда в Германии все еще есть то, что все больше теряется – идея перформанса. В США празднуется продвижение вперед, успех и процветание, в то время как в Германии в плохую погоду часто доминирует культура зависти. По этому пути новой иммиграционной политики с четкими и строгими правилами идут ХДС и ХСС. Это заложено в новой программе политики ХДС. Она выражается в требованиях, которые совместная парламентская группа выдвигает в немецком Вундестаге на протяжении нескольких месяцев. И это показывает, что ХДС и ХСС извлекли уроки из опыта последних лет в миграционной политике. Германия должна принять вызов и стать страной, открытой для лучших игроков. Нам нужны молодые люди и семьи, которые приезжают в Германию, участвуют и вносят свой вклад в жизнь общества. Следует уточнить, что выражение «сделано в Германии» не означает «рождено в Германии», а основано на стремлениях и инновациях всех людей, живущих в этой стране. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео и подкастом с друзьями, оставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий. И всем удачи, не валейте, пока! Субтитры создавал DimaTorzok